Сегодня мы говорить будем о сердечной недостаточности. Не только физической, а скорее социальной болезни нашего общества. Здравствуйте. 2015 год 70-летия Великой Победы. Думаете, об этом знают все? Увы, нет. К сожалению, сегодня надо напоминать о таких датах, что мы и делаем в эфире нашего канала. Но вот то, что совсем недавно, на прошлой неделе отметили 71-й год полного снятия блокады Ленинграда, широкой общественности, боюсь, и вовсе неизвестно. Тем не менее, торжественные мероприятия прошли, как говорится, и бюджеты освоены. А вот в сердца достучаться получилось далеко не всем. К чему это я? К тому, что буквально через неделю после чествования блокадников в отделении полиции по Кронштадтскому району, внимание, Санкт-Петербурга, ну, то есть Ленинграда, умерла 81-летняя пенсионерка, как раз блокадница Рауза Галимова, задержанная стражами правопорядка по подозрению в краже сливочного масла из магазина «Магнит». Возможно, в силу состояния здоровья она не отдавала отчет о своим действиям. По мнению знакомых, родственников ее, она жила на пенсию в 25 тысяч рублей. Блокадная пенсия ни в чем не нуждалась и, скорее всего, просто забыла оплатить три пачки масла на кассе. Возраст 82-й год ей шел. Что тут скажешь? Развязалась бурная дискуссия в социальных сетях, и хозяин «Магнита», известный, медийный человек, миллиардер Сергей Галецкий, он, полемизируясь с читателями своего твиттера, в конце концов признался. Так и написал, что в случае с бабушкой, пережившей блокаду, не надо было так делать его сотрудникам, сдавать ее в полицию. Совсем пожилая женщина, наверное, надо было в полицию не обращаться. Но миллиардер к этому мнению пришел не сразу. Сначала он отбивался от нападок возмущенных людей тем, что, дескать, в его «Магните» есть инструкция по обращению в полицию, и персонал магазина действовал четко по ней. Галецкий так и пишет. У нас правило, он оправдывается, да, пишет, что если кто-то что-то украл, мы вызываем милицию, директор действовал строго по инструкции. Милиция приехала, бабушку взяла, отвела участок, а дальше там, по сути, человек, переживший блокаду, умер от стыда. Вот слово «инструкция», да, «бессмысленная», «беспощадная», вот это ключевое слово. И она превращает в зомби людей, которые это исполняют. В социальных сетях идет мощная дискуссия. Там пишут о том, что вот все наши эти супермаркеты – это реальная фабрика смерти, где сотрудники перестают быть людьми из-за патагонной системы. А теперь, видимо, пришла уже очередь и покупателей. Не секрет, что большинство наших магазинов, супермаркетов, «Магнит» здесь не исключение. Это жесткая структура, которая не оставляет свободы выбора сотрудникам. Там прописано, регламентировано все. В этом нет никакой души. И счастливые люди не работают в этой системе. Говорят, что за полгода работы в том же «Магните», да и в других магазинах, человек может превратиться реально в зомби, который просто тупо исполняет инструкцию. Сейчас они поняли, что перегнули, и стали, выражаясь таким народным языком, отмазываться. Врут про то, что там были эти три пачки масла, что, дескать, бабушку ловили и раньше. А что ж тогда? Отпускали раньше. Не исполняли инструкцию. Ну и потом. Если вы такая системная компания, давайте завтра примите, наконец, другую инструкцию, человеческое объявление. Не сдавать в полицию пенсионеров после 65 лет. Спорим, не будет этого. Надеюсь, что всем участникам этой истории эти несчастные 300 рублей будут вспоминаться и каться в ресторанах, кабаках и в врачных развлекательных заведениях, недоступных для стариков. Может быть, они поймут, что старость – это то, перед чем все должны склонять головы, помогать, а главное – прощать. Ибо эта старость настигнет каждого из нас, и нет в ней ничего радужного. Но особенно унизительно знать, что произошло это в Кронштадте, в родном городе Балтийского флота. А что такое для Ленинграда моряк, защитник, гордость, особая любовь? Сколько историй, легенд сохранилось о том, как, оказавшись в блокадном городе, офицер, матрос, солдат отдавал свой скудный паек голодным горожанам. Как же так получилось, что в Кронштадте рядом с престарелой блокадницей, попавшей в беду, не оказалось ни одного мужчины с большой буквы, в белой лифуражке, с голубым гюйсом, да просто мужчины, который протянул бы ей надежную руку, остановил бы сытых подонков, которые влачили старуху в отделение милиции, все эти работники магазина, выполнявшие инструкцию. Такая вот сердечная недостаточность. Это было мое мнение. С вами был Александр Малькевич, человек, которому сегодня стало неожиданно ощутимо стыдно говорить, что я родился в городе, пережившем блокаду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова